Открыто допоздна, вход свободный. Международный день музеев плавно перейдет в вечер, а потом и в ночь. К этому празднику Щелковский историко-краеведческий музей подготовил обширную программу для своих гостей всех возрастов. Самое главное мероприятие наконец-то прошли с присутствием зрителей. В прошлом году из-за начавшейся пандемии мы этого оказались лишены и праздновать пришлось виртуально. Мы очень рады, что в этом году у нас есть возможность показать музей оффлайн. Настроение у всех сегодня хорошее. Хотя дождик, все равно весна, тепло. И мы ждем, конечно, что музей наполнится людьми. В этот день поздравляют и профессионалов, работников музеев, и друзей, кто не мыслит в современной жизни без этих учреждений культуры. Председатель Комитета по культуре и туризму Анастасия Кот вручила сотрудникам музея грамоты главы округа и Московской областной думы. Стоит отметить, что недавно весь коллектив музея был награжден благодарственным письмом губернатора. Заслужили. Вот и в этот раз постарались для своих гостей и друзей. К дню музеев здесь открылись две выставки. Работ художника-керамиста Александра Створа и деревянные игрушки из коллекции Александра Михайлова под названием «Деревянные и расписные». О них будет отдельный рассказ. Выставка «Деревянные игрушки» стала основой детской интерактивной программы. А для взрослых сотрудники музея к празднику разработали новый экскурсионный маршрут на тему промышленного прошлого нашего города. Предприятий их фактически уже нет, но по-прежнему стоят здания, которые активно используются, как офисные центры, ну, вариантов много. И сейчас мы как раз пройдем по этому маршруту и посмотрим, скажем так, подногоднюю жизнь промышленного города. Экскурсия направилась пешком по Первому советскому переулку в сторону района Соболевка, где сохранились старинные здания бывшего хлопчат бумажного комбината имени Калинина, а до этого в фабрике Людвига Рабинника. Увлеченных экскурсантов не испугал даже периодически принимавшийся дождик. Вернулись через два часа и как раз успели на встречу с директором музея Натальей Богдановой и главным хранителем фондов Ириной Богдановой. Не родственники, кстати. Они рассказали о некоторых секретах работы музея, о которых многие даже не догадываются. Например, о том, что экспонаты любого и нашего, в том числе, музея, даже не представленные в экспозиции, можно увидеть на специальном сайте Единого государственного каталога. Это система учета музейных предметов и коллекций. Музеи с его помощью могут обмениваться информацией, запрашивать предметы для выставок. Ежеквартально мы, согласно плану, вносим 500 единиц основного фонда и даже перевыполняем этот план. На сегодняшний день в государственный каталог внесено 7858 единиц нашего основного фонда. Это уже значительно больше половины. Весь основной фонд Щелковского историко-краеведческого музея сегодня насчитывает 10776 экспонатов. Кроме этого, заканчивается работа над новым сайтом нашего музея. На нем будет презентован и новый логотип. А еще музей продолжает реконструировать свои помещения. В этом году закончат оформление постоянной экспозиции третьего этажа, переданного музею несколько лет назад. Сейчас же полным ходом идет реконструкция большого зала на первом этаже. Продолжается сотрудничество с архитектором Алексеем Воробьевым. Но, как это бывает в старинных зданиях, проект корректируется на ходу. При обследовании стен возникли непредвиденные трудности, требующие уже не архитектурного, а инженерного вмешательства. Все меняется у нас по пути, потому что мы совершенно не подозревали, что у нас стены из силикатного кирпича наверху дранка. Вот этот угол, который вы видите, вот такой в полуразрушенном состоянии, печальный. Но это все поправимо. В новом пространстве зала будет восстановлена экспозиция XIX века с небольшими корректировками. В ней будут задействованы и огромные окна-витрины. К тому же они должны закрыть дневной свет, который в музеях запрещен. Подача материала будет более современной, рассказала Наталья Владимировна. А завершил программу «Ночи музеев-2021» театр. Зрителям показали фрагменты спектаклей с участием актрисы Щелковского театра Екатерины Кузиной. А затем состоялось живое общение с ней с ответами на вопросы о жизни и творчестве. Всегда должна быть тонкая грань между тобой и персонажем. Потому что если эту грань не сохранить, если эта грань уйдет, это уже не профессионально. А всегда должно быть ощущение, что я – это я, персонаж – это персонаж. Музей живет, развивается и ждет всех на выставке, экскурсии, мастер-классы и другие интересные проекты. Не только в день и ночь музеев. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.